Когда вы отправляетесь в путешествие в другой город, то вы непременно берете ознакомительную экскурсию. Так вы знакомитесь с историей города через достопримечательности разных временных эпох. Это своего рода путешествие во времени. Я думаю, что никто и не задумывался о том, что можно и в Якутии, в Якутске путешествовать во времени. Ведь столько интересного таит наш любимый город. И в это воскресенье, 30 октября, состоятся бесплатные экскурсии для населения. И сейчас у нас в гостях организаторы этого мероприятия Вячеслав Антонов, директор национального центра экскурсии «Территория Север» и его помощник Филипп Коженкин. Доброе утро. Доброе утро. Итак, экскурсия состоится только в это воскресенье, 30 октября. Это так, да? Да, экскурсия состоится у нас, акция, точнее, состоится 30 октября с 11 часов на площади Ленина. И будет проводиться до 4 вечера. Почему вы решили провести такую акцию, бесплатные экскурсии для населения? С чем это связано? Ну, во-первых, это связано, конечно же, с благотворительной акцией. То есть там, кроме бесплатных экскурсий, будут собираться благотворительные средства на коррекционную школу номер 2, 8 вида. Направленную в республиканскую, да. То есть в рамках этой благотворительной акции будет собор средств? Где, вот, как можно помочь детям? Тут ящик будет установлен? Да, там будет установлен ящик, два ящика там будет. На площади Ленина, да? Да, на площади Ленина. И там уже по желанию может любой желающий оставить свой вклад, да. Так, значит, получается, что экскурсия состоится в это воскресенье, 30 октября. Начинается она с 11 часов, а сбор у нас площадь Ленина, да. Куда вот могут отправиться? Любой желающий житель, да, он может подойти на площадь Ленина. И возле фонтана будет стоять специальная стойка, то есть баннер, отличительные знаки, флаг. Я думаю, довольно много людей соберется, в общем, не пройдут мимо. А это будет пешая экскурсия, пешая прогулка или автобусный тур? Ну, у нас два направления будет. Это пешая по старому городу и автобусная по городу. Это одновременно будет происходить? Да, одновременно. То есть с 11 часов у нас стартует, то есть начало, открытие. С 11.30 где-то будет начало по старому городу. Около часа будет экскурсия, продолжительность пешей, то есть по достопримечательным местам старого города. История города Якутска. Основателя и так далее. Потом в конце этой экскурсии будет ожидать новизна, да? Это Якутская Ленская епархия будет проводить свои экскурсии в церкви, в православной церкви. А по городу, по городу Якутску будет проходить маршрут по тематике Великая Отечественная война. Ага, и какие вот точки задействованы? По какому маршруту? На точке это Сквер Матери. То есть с площади Ленина выезжают по маршруту. Улица Кулаковского, потом Сквер Матери, площадь над Ильменем, площадь Победы. По времени вот такой вот автобусный тур сколько займёт? Здесь вот пешая прогулка примерно час, да? Да. Средним два часа. Два часа, да? Даже дольше. Ага. А на кого рассчитана эта экскурсия? На школьников, может быть, на младших, старших? Ну, рассчитана она вообще для населения, да? Вот. А так в основном, конечно, будут дети, потому что мы рассчитали как раз во время каникул, чтобы вот это вот всё дело происходило. Ну, чтобы больше народу было. В данное время у нас больше 200 заявок, да? Да, у нас сейчас очень много школ. А, заявки подавать? Да, очень много школ. Заявки, да? Нет, заявки не надо подавать, просто люди всё равно звонят и спрашивают. Бесплатно ли это будет, куда подойти, заинтересуется. Ну, вот, и если 200 человек уже есть, да, а мы с Виталией, допустим, тоже хотим, да, то есть мы можем не попасть в автобус, да, получить? Автобус уже за это. Да, у нас уже затронировано, да, у нас уже школа закреплена за автобусами, то есть. То есть мы можем рассчитывать только на бешевые экскурсии, да? Да, так. Как жаль. Ну, а с другой стороны, вот кто будет проводить экскурсии, кто будет рассказывать об истории города? Будут проводить у нас Северо-Восточный федеральный университет, кафедра туризма и национальные... Преподаватели будут? Да. Ну, нет, там будут студенты. Студенты, да, практиканты, да, и национальный центр экскурсии, то есть национальный туристический информационный центр, извиняюсь. Ага, а вот наверняка, вот поскольку вы работаете в этой сфере, да, знаете, да, есть ли какие-нибудь места в нашем городе, в городе Якутске, да, о которых вот жители, коренные жители Якутска еще не знают? Есть такое или нет? Вот что, вот они спрашивают, интересуются, удивляются, когда вот им... У вас заготовлены такие места, как бы, вот, вы постоянно проходите вокруг этого, мимо этого здания, а он там вот это вот... Есть такие места? Ну, такие места есть, конечно. Ну, например, да, вот сейчас мы планируем на школьные каникулы делать детям, ну, квесты, вот, есть такая ледяная галерея царствовичной золотой, то есть вот такие места, то есть, ну, не все знают. Ага, ну, это, наверное, все-таки рассчитано для тех, для приезжих ребят, да? Все-таки не жителей города, да? Для жителей города и... А, хотя нет, хотя даже жители города не все побывали у нас в ледяном царстве. А те, кто побывали, допустим, как я побывал, это очень давно, и я бы хотел обновить. А там фишка в том, что будет квест, то есть игра. Ну, да, это интереснее. А вот у нас же есть в старом городе шахта Шергина, вот, как-то вот, она задействована, ваш маршрут? Шахта Шергина нет, не задействована, она задействована у нас в других маршрутах. То есть, кроме этого, у нас круглый год проводятся платные экскурсии, да, для населения, это автобусные экскурсии, также пешие. И есть такая тематика, это достопримечательные места города Якутска. Вот, то есть, основная тематика, история, коротко, за два часа рассказывается. Там вот шахта Шергина, площадь Победы, площадь Гольминка, да, старая пристань Гольминка. Институт мерзлотоведения, то есть территория начала основания. И там же вот про мерзлотоведение, то есть начало мерзлотоведения, начало исследования вообще, вот, что такое криопроцессы и так далее. А, это, наверное, как раз и фишка нашего города, да? Вот, допустим, вот в Петербурге же есть специальные эксклюзивные экскурсии по крышам города, да? Вот у нас вот это что-то подобное, да? Нет, мы сейчас продумываем новые экскурсии типа этого. Это уже ночной город Якутск, вот, также по заброшенным местам города Якутска и так далее. Экстремальные экскурсии. А я вот думаю, что, допустим, для жителей, для гостей нашего города интереснее будет как раз-таки вечная мерзлота. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за позитив, который вы дарите во вторник с утра.